И всем привет дорогие друзья, с вами Мождь, и мы продолжаем играть в замечательную игрушку под названием Ark Survival Evolved. И у меня для вас грустная, для кого-то грустная, для кого-то нет новость. 30 минут серии не записались, поэтому я остановил запись и решил начать сначала. Сейчас покажу вам, что было на серии, и мы продолжим сразу. Погнали! У нас притомился раптор, да, тот самый раптор, которого мы усыпляли. Я, как и обещал, доделал полы. Теперь у нас дом почти весь из камня, это что не может не радовать, да. Для раптора мы сделали седло, оно делается из 110 кожи, 65 волокна и 20 дерева. Мы повысили уровень, прокачали 6% скорости бега за 30 минут серии. Следовательно, мы достигли 23 уровня и сделали такую вот замечательную дверку и дверной проем из камня. Потом мы сбегали в зимний биом и добыли оттуда следующие ресурсы. Из зеленого луча мы достали котелок. Сразу же его поставим около дома. Так, где ему, чтобы он не мешался, вот тут. Это чтобы делать краску. Рог носорога. Ящик. Две лапы тиранозавра. Рецепт медицинского напитка. Хитин. Кремень. Наркотик. Две шкуры. Ну, остальное все, в принципе, у меня было. Мы просто поубивали животных. И давайте вкачаем нашего раптора еще на скорость бега. Ой, на выносливость. На выносливость, ребят, извиняюсь. Так. Кладем наши ресурсы в ящичек. Закладываем их, чтобы они никому не мешались. Так. Собираем отсюда стрелы. И еще один ящик. Давайте поставим. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Оставим пин-кодик. Замечательно, ребята. И мы выдвигаемся. На исследование карты. Скоро будет ночь. Будет мало чего видно. Ну, я надеюсь, мы найдем чем заняться. Суровое, темное, бессолнечное даже, можно сказать, время. Видим луч фиолетового цвета. Он, по-моему, с 35 уровня, если я не ошибаюсь. Но мы забираем зеленый луч и надеемся. Молимся богу рандома, чтобы здесь был топовый лут для данного луча. Поехали. И мы. Два шкафа. Хорошо. Это сэкономит нам секунд 40 фарма. Так. У меня есть факел, если будет сложно. И темно. Ну, и скоро мы закачаемся до последнего уровня и скрафтим, конечно же, конечно же, мы сможем закрафтить прибор ночного видения. И у нас не будет проблем с записью ночью или днем. Давайте посмотрим, как раптор разбирает паразаврика. Кусаем ее, кусаем. Накусываем его потихонечку. И, конечно, подлагнул чуть-чуть. Но мы стараемся его добить. Какой жилистый, а? Давай, давай, давай. Покушаем, ребята. Покушали. И закусываем самкой элистрозавра. Сразу, сразу прокачиваем нашего динозавра. Хорошо, неплохо. И достаем факелочек. И побежали. Ух ты. Это один из самых быстрых динозавриков. Галлиниус. Посмотрите, ребята, какая у него скорость бега. Попытаемся его догнать. Ну, в принципе, он глупый. У нас это получается. Но видели, как он односорванул просто вдаль. Если бы он был поумнее, побежал бы вперед, мы бы его с вами, ребята, не догнали. Так. Сейчас мы выдвигаемся туда, откуда мы начали нашу первую серию. А именно, красный обелиск. Я вам покажу одну из самых важных составляющих данного контента. А тем временем, давайте надеяться, что мы не нарвемся на опасного хищника. И вообще, почему-то нельзя достать оружие на рапторе. По-моему, уже вышло обновление, чтобы можно было доставать разные луки, топоры. Копия на динозаврах определенного типа. И раптор, по-моему, входил в данный подкритерий. Не понимаю этого. Может быть, я перепутал с переводом, и обновление только выйдет. Может быть, так, ребята. Наступила ночь, и все звуки ушли. Мы только слышим, как наш раптор бежит по земле. Это тоже очень интересная часть геймплея. То, что к ночи, правильно, все звуки затихают. И игра становится очень атмосферной. Очень. Так, прошу прощения, ребята. Да. И мы уже видим красный обелиск. Нам нужно скорее до него добраться. Время сейчас. Еще даже нет 12. О, боже, а уже так темно. Тихо, тихо. Мы видим врага. Он нас увидел первый, и... Пытаемся его убить. Пытаемся, сражаемся. Мы справимся с ним. Мы должны справиться. И... Оступаем назад. Давай, давай. Давай. Фух, мы убили его. Давайте же разберем данного раптора. Так. Замечательно. Тем временем... Прыгаем на камешек. Паркур. И мы уже у красного луча. Посмотрим, что мы там найдем, ребята. Может быть, новых игроков и сможем с ними пообщаться. Увидим. Ой, малыши-комби. Нужно от них уйти. Прыгаем. И в последний момент, как в лифте, прыгаем тоже. И никто не теряет жизни. Такая вот хитрость, ребята. Не знаю. Реально не так сделать в жизни? В последний момент прыгнуть? Не уверен. И вот самая крутая вещь контента. Луч. Главный луч. Открыть портал к Праматери. Открыть портал к Мегапитеку. Открыть портал к Дракону. Как вы можете заметить, Праматерь... Для Праматери нужен всего лишь 30 уровень. Для Гориллы 60. И для Дракона 90. Ой. Добрый день, уважаемый. Уйдите отсюда. Отлично. Порогнали на Зуэлевого малыша. И делаем жернемушку. Прям к Мегаладону в пасть. Видите? Факео в воде не работает. Ничего не видно. И мы выдвигаемся дальше. В надежде найти новые постройки. Да, и по поводу боссов. Это очень интересная составляющая. Потому что за боссов дают прикольные призы. В виде флагов. Трофеев. То есть головы паука, к примеру. Голова дракона. Ее можно повесить себе на стену и гордиться ей. Обходим. Мы с вами, ребята, уже очень далеко ушли. По поводу размеров карты. Вот красный обелиск. Так. Видите зеленый обелиск? Вон там вдалеке. Это зеленый биом. Ой, болотный биом. Он находится почти у конца. Вот где у нас карта раскрыта. Чуть выше. Да, и маленькие хищники больше не трогают нас. Они нас боятся. И правильно делают. Что? Это была ловушка. У этого маленького билофазавра была банда из двух титанов-муравьев. Двух? Нет. Пятерых. Давайте разберемся с ними, чтобы он знал, что им не стоило так поступать. Отлично. Давайте посмотрим. Видите, очень мало на сервере пока народу. Очень мало. То есть, порядка 10 человек, наверное. Ух ты. Смотрите. Смотрите, какой маленький малыш идет. Уйди. Уйди. Уйди отсюда. Где второй? Наглые бомжи. Не, ребята, уходим отсюда. Тут слишком опасно. Слишком. Почему-то я надеялся встретить тут постройки игроков. В принципе, это место респауна. Но, походу, ребята прошаренные и... О, боже! Хо-хо-хо! Да ладно, так близко к респауну. Ребята, не знаю, видите ли вы в этой темноте что-нибудь. Но я вижу двух спинозавров. Они в воде не такие агрессивные. Можно, наверное, подойти поближе. И даже попробовать убить одного из них. Рискнем, ребята. Что? Вы че? Сколько можно? Сколько я вас уже убил? Дайте мне убить. Он того парня большого. И, правда, вряд ли уже до него накинул стрелой, но... Посмотрим. Е-моё, нет, ребята. Тут слишком много хищников. Уходим. Уходим. Нам нужно переплыть эту реку. Плывем. Вот, может, видеть, как он большой. Мы с вами обязательно такого приручим и будем держать... Ну, не сервер, а, конечно же, нашу зону респауна. По-моему, у нас она западная. Запад, как там по-английски? Уэст. Уэст-зона будем держать. Будем ее держать. Так. Смотрите, вот он. Вот он, гроза всех динозавров. Конечно, это не рекс, но... Вот он. Он, насколько я знаю, быстрый, но я думаю, что наш раптор от него легко уйдет. Да, и он переагривается. Посмотрите, какой огромный. Посмотрите на него. И он завис. Нет! Он не завис. Давайте же его убьем. Давайте его убьем. Он боится нас. Мой персонаж настолько страшен, что даже короли динозавров, такие как Рекса и Спина, боятся нас. Давайте разберемся с ним. Эээ, нет. Я почему-то бил его, и он даже не покраснел, ребята. Нужно уходить через воду, чтобы он от нас отстал. Угу. И пытаемся добить его стрелами. Ребята, если получится, это будет мега эпично. Я, правда, не уверен, что мы это сделаем, но... Мы должны попытаться. Отступаем. Нет, 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 стоп! У нас кончается стамина. А он ломает деревья под своим весом. Мы должны уйти от него. Нужно его забаговать в камнях, точно. Теперь ты не пройдешь. Давай, сдавайся. Что? Нет! Нет! Ребята, мы доходим до болотного биома, видим лягушек. Тут могут быть пиявки, крокодилы. Что? Нет! Уходим отсюда! Хотя, стоп. Он задел... Диморфодона. Что? Нет! Живем! Выходим, ребята, у него не так сильно прокачанная атака. Сказал не сильно и снес пол-хп мне. Но тут мы заманили большого парня в ловушку. И видим, как две лягушки и крокодилы пытаются его убить. И мы им поможем. Я надеюсь, вам это реально видно, потому что, ребята, это эпично. Он отступает. Гроза хищников решил уйти. Давайте-ка разберемся сейчас с крокодильчиком. А, боишься? Разберемся с ним. Прыгаем обратно. Наказываем крокодила. 60 уровня? Нет. Мы пока к такому не готовы. Мы пока к такому совершенно не готовы. Продолжим охоту. Абсолютно все животные сагрились на него. Абсолютно все. Даже крокодил не хочет нас трогать. Боль, если мы его убьем, будет считаться, что... И да, ребята! Глаз на нашей помощи. Он умирает. Ой-ой-ой, тут начинается замес. Гигантские жирафы убивают все, что только видят. А мы давайте посмотрим на это. Что? Дайте мне посмотреть на мой трофей! Глупый маленький дилфазавр! Спокойно. Нужно сдерживаться в таких ситуациях. Все? Уйди отсюда! Не у... Почему? А-а-а! Уйдите! Ребята, адский замес. Просто мега эпичный адский замес. Дерутся все, кто только может. Представьте, какая жизнь у животных в этом болотном биоме. Тут всем, кому не лень, друг друга уничтожают. Лягушки, крокодилы, спина. Все. И мы пытаемся, пытаемся хоть кого-то забрать с собой. Жаба. Иди отсюда. Мы забираем жабу. Давайте посмотрим на это. Мега эпичный. Спинозава. Посмотрите, какой красивый. Нет! Мухи! Что вы сделали? Почему абсолютно все в этой игре пытаются мне помешать? Я снимаю! Уйдите отсюда! Ребята. Ауч. Что-то у меня тут упало. Возвращаемся снова в игру. И пытаемся забить мух. Так. Лутецкий. Что у нас было в тебе? Два лука, четыре стрелы. Рецепт супа амнезия. И рецепт мясного рагу. Неплохо. Давайте-ка выкинем наши штаны. Они у нас уже изношены. Оденем местные. Возьмем с собой еще. Это выкинем. И вот это мы тоже выкинем. И оденем вот это. Замечательно. Наш раптор уже перегружен. Но ничего. Так. Нам нужно быть дерево. Ух ты! Что мы нашли? Ребята. Нам повезло. Сейчас я вам все покажу. Как только... А за... Ну давайте починю лук. Ладно. Это... Иксплент растения. Сейчас вы увидите, для чего оно нужно. Я надеюсь на это. И... Вот оно. Пошло. Семена растения Икса. Ребята. Это местная органика. Органическая турель. Вы ее ставите на грядочку. Выращиваете. И она защищает ваш дом. От... От любых вторженцев. Будь то животные. Будь то... Бомжики. Или мародеры. Поэтому... Их ставить нужно. Это ваша первая линия обороны. И... Что-то я еще хотел вам сказать. А именно... По поводу чего-то там. Не помню чего. Ну и ладно. Если не хотел. Не вспомню. То это было и не важно. Могу ли я починить наш факел? Да, могу. Но нужно сделать один кремень. Поздравляю. Мы сделали факел. Чиним. Чиним, говорю. Факел. Угу. Так. Фух. Кажется, вроде вышли просто проверить местность. В итоге попали в такой адский замес болотного биома. Что чуть сами не стали жертвой. Ну, ребят. Где такое можно увидеть? Кроме не как в Арк Сурвайвл Эволд. Лягушки бьют крокодилов. Крокодилы бьют лягушек. Все бьют жирафов. И все бьют спины. Это было просто мега эпично. Особенно на таком-то уровне. Всего-то на 23 уровне увидеть такое. Это редкость. Вот и. Что я увидел. Это мое. Не твое. Понял? Понял? Ты понял меня? Молодец. Видите? Нормальный зверь. Сразу все понял. Не пришлось даже его убивать. Почти. Что ж. Так, ребятки. Давайте обследуем еще одно местечко. И будем возвращаться на базу. Ух ты. Древняя постройка. Интересно. Так, нужно поставить лук снова на панель быстрого доступа. Да, у всех луков есть показатели прочности и атаки. То есть, есть разные качества оружия. Вплоть до супер убийственного оружия, которое просто будет ваншотать абсолютно всех. Опять-таки, чем мощнее оружие, тем оно реже. То есть, один к тысяче можно такое поймать где-нибудь в луче. Есть подводные лучи. Супер эпичные лучи. Можно с рыбалки добыть ингредиенты. Так что, ребята, в Ark Survival Evolved очень-очень много возможностей. Можно вести не только войны или там борьбу за территорию, но еще и политику свою вести на север. То есть, какой-то топ-трайб вводит ограничения. То есть, он собирает дань или он, наоборот, помогает. Ой-ой-ой, пиралья. То есть, он может помогать обычным новичкам, защищая их от рейдеров. Есть местная полиция, которая ищет рейдеров. То есть, тут очень много ролей и очень много возможностей. Рыбаки, строители, повара. Кто только угодно может быть в этой игре. Ты можешь быть абсолютно тем, кем хочешь. Может быть, создателем дома. Кузнецом. Я не знаю. Тем, кто крафтит седла. Не знаю, как называется эта профессия. Крафтосед какой-нибудь. Ну, хорошо. Не об этом. Тем временем, мы пытаемся спокойно переплыть реку. И нас пытается убить ненасытные пиранги. Я думаю, ей это не удастся. Потому что она бесполезна. И мы попробуем сделать то, что нам сегодня не удалось. Мы убьем спинозавра. Еще одного. И докажем то, что мы способны на нашем маленьком уровне достичь больших и высоких чего-то там. Давай. Попал. Ребята, видно, как он уже сдается. Как он от нас убегает. Как это бесполезное животное просто в панике. Он такой большой, я не могу по нему попасть. Ну, все, видно, он уже сдается. Беги отсюда, бомж. Беги. Давай. Тебе со мной не совладать. Давай, давай. Он занят черепашкой, ребята. Прямо где мы, не до нас. Но что будет, когда у меня кончатся стрелы? Об этом, ребята, я не подумал. Хм. Само собой, мы пойдем в бой с нашим копьем. Давай. Умри, малыш, давай. Что? Он убил черепаху? Где раптор? Тихо, 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 тихо. Я пошутил, друг. Так, где, где, где? Мне нужно найти срочный камешек. Хотя, стоп, ребят. Мы же не трусы. Давай. Что? С одного укуса так много урона. Уворачиваемся за деревья, ребята. Уворачиваемся. Мы не готовы. Мы еще не готовы к такому, ребята. Это слишком сложно. Вы видели? 400 урона опрокинул с одного укуса. Видимо, был какой-то крит, я не знаю. Это было очень рискованно. А если бы он нас сейчас убил, мы потеряли бы абсолютно все. Потому что он бы съел бы наш инвентарь, скорее всего. И... Мы бы начинали с нуля в нашем доме. Блин. Мега рискованный мега. Хотя, я не хочу рисковать нашим лохом. Давайте его подхилим. У нас много мяса. Давайте мы используем все наше мясо, чтобы увеличить хп нашему раптору. Мы его восполняем путем вскармливания мяска. Вот сколько хватит, в принципе. 50 мяса. Ух ты, сколько он. Ну, ломал-то. Прям накинулся жестоко. И, ребят, мы возвращаемся к нашему домику. Где мы, скорее всего, займемся теперь обустройкой. Так скажем, декора нашего дома. Ух ты, ребята. Тепежара и Кецалькуатль. Редкие создания. Хотя, возможно, я видел Тепежару так редко. Потому что я видел ее лишь в момент выхода данного животного. А как все опытные игроки знают, ну или неопытные. Когда выпускается новое животное, оно выходит в игру, его изначально нет. Нужно, чтобы какое-то животное погибло и уступило место новому. Таким образом происходит генерация существ в данной игре. Видим много патчей. Очень прикольные динозаврики, которые способны тебя усыпить или пробить деревянные постройки своим черепом. Прикольненькие, но маленькие. Погода плохая. Ну что ж, хорошо, бежим. Пока не начался ливень. Давайте дойдем до дома. Что это было? Я подумал, снова спина или что-то еще. И мы заходим в наше устье. Точнее, в наш залив. Устье немножко другое. Да, вот видим как с океана, океан входит. Небольшой заливчик и... Мы падаем! И я вовремя успеваю прожать клавишу. Отлично. Ребята, если бы я сейчас не успел... А, у меня же полная жизнь динозавра. Я совсем забыл. Я уже его подхилил. Мы бы не погибли бы. Ну, не так страшно. Зато сэкономили хп. Ребята, вроде мы бегаем целую серию. Прошли всего вот, смотрите. Самый обычный кусочек. То есть, дальше зоны куда опаснее, куда страшнее. И проходятся они куда дольше. При этом в этой игре есть, по-моему, около шести подземных пещер, наполненные редким лутом, запутанными лабиринтами, лавой, разными погодными условиями и хищниками. Такими как летущие мыши, змеи и прочие мерзости. Также в игре есть подводные пещеры. Вроде я о них уже рассказывал. Если ты занимаешь такую пещеру, тебя никто не найдет первое время. Ты сможешь хорошо там перестроиться. Но! Но! Около таких пещер находятся соответствующие хищники. Глубоководные и страшные. То есть, просто так, в плаве туда не хватит кислорода. А кислорода у нас, видите, 100. Собственно, даже если вы его вкачаете себе от кислорода, вам не хватит. Вас, точнее, просто убьют. Прежде чем вы это тут даете. И мы заходим почти к нашему домешку. Не знаю, уже, наверное, многие узнали, где мы. Ну, или заранее знали. Может быть, в опытной уже. Так. Вон там, за бронду, находится наше жилище. Скрытое глаз. И там мы будем проживать. По крайней мере, до тех пор, пока нас не найдут и не прорейдят. Потому что на этом сервере... Да и на всех пвп-серваках многие игроки любят без предупреждения просто втихаря вкрыску проносить, забирать лут и уходить. Однако, по-моему, если вы кого-то сейчас убиваете или что-то разрушаете, в местных логах, вот логи, там сказано абсолютно всё. То есть, приручен паразавр, приручен патернодон, грубо говоря, и всё такое. Так. Да, кстати, забыл сказать. Того паразавра, которого я первый раз томил, его убили, я его заменил другим. Я нашёл другого, такого же расцвета. Ну, как такого же, по-моему, тот был немножко другой. Или такой же. И вот перетомил. И мы вернулись к нашему дому. Собственно, с хорошим хабарчиком. Так, ставим динозавра на защиту. И идём к домишкам. А что я так быстро бегаю? О, нормально. Ребята, на спринте бегал. Выкладываем всё, что нам не нужно. Это нам нужно. Стоп. И пока... Так, видите, как это полезно. Хопа. Хопа. Сразу ставим пароли. И, конечно же, давайте соймёмся декором. Нам нужно дерево. Флинт. Так. Камень. Солома. Шкуры нам тоже нужны в большущем количестве. В очень большом количестве нам нужно шкуры. И я, наверное, у нас дом маленький. Я сделаю по-умному. Добавлю одну пристройку к нашему дому. Так. Тут мы уже ничего не можем добавить. Вот. Ну-ка, уйдёшь отсюда поганное дерево. Так. То есть, как бы, ребята, у нас дом в будущем будет расширяться. Вы не подумайте, что дом будет... Будет таким маленьким. Мы его обязательно расширим. И какого-то чёрта я поставил фундамент, и он автоматически сломался. И всё очень плохо, и я не могу ходить. Хорошо. Сколько? Пять камня. Угу. Тут, наверное, проще насобирать камень руками, чем долбить его. Таким топором, потому что есть нормальные топоры, сделанные из металла. Вот. Вот. Вот так надо было с первого раза. Что мешало игре, я не понимаю. Так. Что нам нужно на... На-на-на-на... Печь. Вначале, наверное, нужно её приобрести. Да. Потом. Термошкаф, само собой, чтобы хранить еду. И давайте ящик для компоста. Он нам тоже пригодится. Ящик нужен для удобрения, но об этом я расскажу чуть позже. 125 камня всего лишь. Угу. Для такого дела мне нужен... Соратник. Сколько тебе? У него 156 веса. Отлично. Поднял за мной. И мы сейчас с вами, ребята, сделаем печь. Нужно 125 камня. Мы неплохо его сейчас соберём. Сделаем. Я покажу, что она делает, как она работает вообще. Хотя, знаете, я предлагаю лупить вот такие камни, потому что нам нужен металл. Нам нужно больше металла. Потому что пока у нас нет 35 уровня, металл добыть нам тяжело. Ну, как тяжело? Долго. Очень долго. Это нужно бежать почти до зимнего биома, добывать металл и возвращаться обратно сюда. На рапторе, у которого грузоподъёмность 100 килограмм. Ну, килограмма. Что есть? Я не знаю. Фунтов, наверное. Или чего. Фунтов, правда, не то. Ну, ладно. Не знаю, чего есть. Местная единица, в общем. Что мне нужно? Дерево, что ли? Давай сюда. Угу. Дерево. А я сижу, рублю кремень. Красава. Так. И видите, когда нужен нам металл, он не падает. Он говорит, зачем идти? И забивается. Говорит, типа, иди давай к вулкану, добудь металла, вернись, не будь ленивым, давай, давай, может. Но мы-то ленивые. Я. Я-то ленивый. Это, наверное, не такие, как я. Вы уже, наверное, раз 15 бегали, уже были бы в металл-доме. Но я потихонечку, не торопясь, добываю в надежде добыть первый металльчик отсюда, сделать хирку металлическую и уже тогда пойти добывать металл. Потому что даже таким топором добывать металл почти нет смысла. Там будет за одну кладку, наверное, ну, 20 металлов вместо сотни или даже 200. То есть, вы сами видите разницу. Сколько у меня камня? 160. Этого хватит. Да, не дерево. Угу. Нет. Так. И делаем холодильник. Так, давайте добьём топорик наш. Может быть, нам повезёт, выпадет ещё одна единица металла. Хотя, ребят, я не уверен. Всё. Так. Скорость бега, конечно же, скорость бега. 16 поинтов. Так, мы изучаем... Да, наверное, пока ничего я не буду изучать. Седло он дельфина я не хочу. Ребят, если вы хотите, чтобы я приручил кого-то определённого, если вам кто-то нравится определённый, в каком-нибудь количестве, напишите, пожалуйста, в комментарии там. Приручи того-то, приручи того, сделай того, сделай то. Я обязательно прочту комментарии и прислушиваюсь к вашему совету. Так. Так, яички даёте, нет? Сколько я вредно это, а? Не хотят давать яички. Как негуль дурно-то. В будущем я планирую расширить дом порядка ввысь, в ширину, в длину, вот по всем параметрам. Чтобы просто был мега эпичный дом. Засовываем сюда дерево немножко. Сейчас мы посмотрим, как крафтится металл. У нас есть две единицы металла, потому что, как вы помните, я говорил то, что металл плавится по две штуки. Так. Выкидываю не нужно, мне нравится, когда такие вещи стоят по дну. Одна-две штучки и просто забиваете элементарь. Угу. Холодильничек сразу ставим. Пока так, ребята. В будущем у нас появится и кухня, и отдельные складские помещения. Если у нас дом превратится просто в дворец. По крайней мере, я на это надеюсь. У нас были, по-моему, яйца, да? Давайте возьмем все, что у нас портится. Абсолютно все. Камень. Вот это. Что еще у нас может испортиться, ребята? Ищем, ищем. О, нашли. Как работает примитивный холодильник? Термошкаф наш. Смотрим. Мы засовываем сюда ингредиенты. Межаберри. Пять минут. Семь минут. Пять минут. Четыре минуты. Яйца. Семь дней. Семь дней. Единицы парк паудр. Селитра. Засовываем ее. Пятьдесят минут вместо пяти. Семьдесят минут почти, что вместо семи. И вот видите, яйца семьдесят восемь дней будут храниться в этом холодильнике. Реальных дней при этом я упомянул. Но, ах, парк паудр тратится у нас со временем. Как же его сделать? Очень просто. Подходите к ступке, кидаете камень, кидаете флинт, крафтите два кремня. Один камень равно двум единицам парк паудра или селитра. Как вам удобно. Спокойненько крафтим себе. Видите? Очень легко сделать его. То есть, нужно всего лишь выйти из дома с топориком и киркой и поработать ими. Так. Добыли. Забираем отсюда ресурсики. И кидаем. Теперь намного дольше у нас все прохранится тут. Так, шкурки выкидываю отсюда. У нас слишком много шкурок. Я не хочу все потерять. Смотрим. Так. В принципе, нам еще нужен уголь, поэтому давайте не будем жалеть дерево. И пусть просто прогорает. И скоро эти два металла переплавятся у нас в одну единицу обработанного. Но этого очень и очень мало, уважаемые друзья. Очень мало. Поэтому нам нужно больше. Неужели нам реально придется идти к вулкану и фармить, фармить и еще раз фармить? Не исключено, конечно, но посмотрим. Так. У нас все готово. Наш знак не в ту сторону стоит. Все круто. И вот слиток металла. Одна единица. Из двух столетий стаки по 200 единиц. То есть, понимаете, в каких количествах тут нужен металл. То есть, тысячи металлов это не проблема на X2. Нужно лишь постараться. Поэтому так. А я могу делать ли потолки каменные или нет? Или нет? Или да? Или нет? Могу. Так, ребята. Тогда я вне серии добью наш дом. Сколько я смогу до камня. Пытаюсь чуть-чуть его расширить. Я не буду ничего строить, кроме как фундаментов и потолков. Чтобы вы не пропустили, не упустили ничего интересного. Потому что, как я думаю, что вам не всегда нравится смотреть. Просто так я бегаю и собираю ресурсы. Опять же, пожалуйста, напишите в комментариях, хотите ли, может быть, вы ли вы хотите, чтобы я при вас все это добывал и строил. Или делал где-то вне записи. Поэтому я буду рад любым комментариям. И спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И также на группу ВКонтакте. А мы увидимся с вами в следующих сериях о Art Survival Evolved. И, ребята, всем пока. Продолжение следует...